Игрок на 85-ке готовится к бою и даже не догадывается, что будет дальше. На первый взгляд это обычное сражение. Казалось бы, даже удачливое на первый взгляд. То есть здесь не так много шестерок, много танков пятого уровня. Но, конечно, из минусов это три арты. Какую злую и в то же время крайне любопытную и запоминающуюся. Я думаю, герой запомнит надолго. Эту шутку, которую сыграет сейчас с ним рандом. В общем, давайте смотреть. И сразу же с начала боя здесь лютое везение. Попадаем фугасами по елке. Еще и с пробитием запихиваем. Елка загорается, как на Новый год. И, собственно, отправляется в таком праздничном настроении для нас. Но не совсем для нее. В ангар. В общем, давайте смотреть дальше. Пока что 490 дамага. Светляка сняли. Настроение отличнейшее. И хотелось бы еще отписать по кому-нибудь наш подкалибр. Который сейчас нагревается где-то там в башне. В общем, сводимся на МТ-25. А ну-ка. Нет. МТ-25 спрятался. Добрать не выйдет. Но здесь есть 34. Может, по ней отпишем? Гляньте, сколько тут желающих получить наши снаряды. Выкатываются один за одним. Подставляются. Но вот сейчас ситуация, конечно, становится похуже. Мы потеряли светляка Т-52. И теперь все эти позиции, они абсолютно темные. То есть можно блайнить пытаться. Ну а так здесь МТ-25 будет кататься. Мы его не увидим. А 34, которая там в кустах мнется, да и подавно. А нас, кстати, после выстрела засвечивают. Потому что МТ-25 близко. Кустов здесь нету, которые нас бы маскировали. Поэтому вот так. Не, вы посмотрите, какая у него удачливость. Вот в плане выбора упреждений и выстрела по светлякам. Елку вообще раскатали. Я не знаю, как компьютерная какая-то у него. Компьютер в голове, который просчитывает, как правильно стрельнуть. Чтобы как раз на ходу залетело по елке. Так и как по елке, так и по МТ-25. Очень красиво смотрелось. Но пока что бой еще непонятно, как дальше будет развиваться. Счет равный. Вот только что хотел сказать немножко выигрываем 3-1. Не успел я эту мысль договорить, как уже проигрываем 3-4. Я не успеваю просто озвучить счет, насколько быстро он меняется, ребята. Ну, собственно, еще и ситуация на карте меняется. По нулевой линии уже пошел раш. Сейчас наши ПТ-шки могут получать жестких люлей. Там в квадрате J9. Потому что против средних танков им будет в ближнем бою крайне тяжело. Таким ПТ-шкам, как Т67, М10 картонным. Их П-43, по идее, там пораскатывает. Ой, пораскатывает. Ну да ладно. Здесь КВ-1 движется. Можно ему в борт отписать. Ну, 85-й здесь как настоящий шпион. Засланный в тыл врага. Потому что он вроде бы и ни при чем к бою. То есть он постоял сначала там по светлякам покидал. Елку поймал. А теперь, учитывая, что наша команда проигрывает и оба фланга у нас горят просто трещат по швам. Он проезжает по центру карты. В наглую откидывается по тяжам, которые стоят бортом к нему. Причем они еще не могут ничего ему сделать. КВ-1 стоит. Да, он пытается нанести дамаг. Но как-то все это неуверенно смотрится. Ой, вообще решил спрятаться. Не испытывать судьбу. Хотя вот сейчас мы его тоже застанем, наверное. И этого КВ-1. Легко КВ-шки начали здесь пролетать. А вообще в этом бою, кстати, много. Именно КВ-1 в нашей команде только 3 штуки. Да и во вражеской хватает 2 КВ-1. Можно увидеть. Ну и там наши КВ-шки молодцы. Пока это направление держит. Но очень тяжелая ситуация на другом фланге. У нас ну прям конкретно уже поджимают под базу. И вот-вот отлетят даже артоводы. Сводимся на японца. Их как же хорошо. На 194 прямо в башню залетает. И вообще удается упаковать его в ангар. Это было неплохо. Счет 6-10. Сводимся на 85-ку, которая спускается. Кидаем ей по гусле. И надо добивать сейчас. Вот давай, давай еще разок. Не, 85-ка отошла. Но вот с по 43-м мы точно разберемся. Заметьте, как неплохо еще и танкует. 400 дамага. Натанковал уже наш герой. Я считаю результат очень даже хороший. Так. Здесь у нас тайпик Т-34. Пытается тоже поджимать поближе к нам. И вот так неплохо. Неплохо мы по нему нашвыриваем. Один за одним свои снаряды. Вставляя ему в броню. Пропихивая. И в итоге мы его тоже пакуем. Кстати, заметьте, какая реакция у игрока. Как он после каждого выстрела умудрился откатываться. Минимизируя просто шанс получить дамаг. И благодаря этому уже 570 он натанковал в бою. Люта дергает камерой. Вам, возможно, мне тут даже придется взять камеру под свой контроль. Чтобы это можно было смотреть. Потому что, ну, он прям так резко все делает. Аж глаза начинают побаливать. Так. КВ-1 здесь продолжает давить. Ой. КВ-1 сейчас отлетает. И остается наш игрок один против семерых. В итоге. Имея уже 6 фрагов на своем счету. И 3386 дамага. Попасть в такую передрягу. Интересно, как он будет из этого выкручиваться. Тайп Т-34. Прямо по курсу сводимся на него. 90 хп у него. И тут же выезжаем еще и на 34. Вот здесь уже без потери хп нам не уйти. Очень жестко прожаривают нас. Скорострельные ДПНные 34. И посмотрите. И пробивает-то. Один за одним. В итоге мы его в ангар отправляем. Тут же кадешимся. 85-ка сейчас будет выезжать. Тоже, кстати, 85М. Такая же. Ваншотная. А мы оба ваншотные друг для друга. Откатывается назад наш герой. Я сейчас управляю камерой. Потому что он явно будет дергать. Выезжает арта. Включил камеру героя. Смотрим, как это было в реальности. Кинули по арте. Тут же за угол. Арта теперь тоже для нас шотная. Их уже двое за углом стоит. Поехала арта. Сразу сняли. Хорошо. Теперь 85-ка. Выкатывается. Готов. И кто же? М10. М10. Следующий. Выезжает тоже на нас. Даем по нему. Обалдеть. И он добирает. Он добирает М10-го. Оформляя 11-й фраг. Падает тут сверху на нас все, что можно. Экипаж, видимо, там. Прикиньте, такая гора металлического мусора упала. Какой шум должен быть в танке. Вообще капец. Ну ладно. Ребят, пока сейчас наш герой едет за артой. Уже, я думаю, в хорошем настроении с такими-то итогами. Напомню вам, что спонсоры этого видео, ребята, с очень классного сайта ВотКит. Где очень много интересностей для вас. Во-первых, на ВотКит 5000 голды можно получить, просто нажав кнопку «Участвую» внизу с айтика. Классная штука. Можно каждый день нажимать и каждый день принимать участие в этой раздачке. Ну и также, ребята, там шикарные скидочки сейчас на все виды коробок. Если будете открывать, у меня для вас главный сюрприз. Это секретный промокод. Вот он на экране. Запишите куда-нибудь себе на листочек. Промокод многоразовый и очень классный. Он дает вам эксклюзивный подарок. Каждому. При пополнении счета его вводите и сразу после пополнения подарок забирайте. К пополнению шикарный бонус. Также промокод многоразовый. Можете смело скидывать его друзьям своим, совзводным, соклановцам. У них он тоже сработает. Еще промокод работает на нескольких сайтах. И на ВотКит, и на ВотГолд, например. Можете много где его вводить и везде получать подарки. И там, и на ВотКит, например, забрать, и на ВотГолд забрать подарок по этому промокоду. Так что вдвойне классная штука. В общем, ребята, надеюсь, вы записали. Если не успели, в закрепленном комментарии под видео можете тоже его найти. Вон там, в закрепленном комментарии. И ссылочка там. Ну, и также напоминаю, ребята, что в этом видео проходит еще и розыгрыш голды от нашего канала. До 10 тысяч можно поднять голдишки. Для участия лайк, прожимайте, подписывайтесь, колокольчик включайте в режим все уведомления. И оставляйте позитивный комментарий с игровым ником и айди от ВКонтакте. Все. До 10 косарей голдица. Ну, а мы смотрим дальше. И с первой артой 85-й уже разобрался. Как раз вот это время я немножко вас отнял на информацию. Теперь будем смотреть самое интересное. Ну, тут, в принципе, ничего такого не было. Самый экшен мы отсмотрели. Пока что впереди М41-HMC. И сейчас вы поймете. Вы поймете все, что будет. Либо 13 фрагов, колобанов, победа. А1 против 7 герой. Либо все равно герой. 12 фрагов. Поражение. Или ничья. Сейчас узнаем. Отправляется наш игрок в те, в любимые места гнездования. Такого класса млекопитающих, как артиллеристы. Шучу, конечно же. Ну, и вот подъезжает наш герой в А1. Выкатываемся. Артанас светит. И с вертухи отправляет в ангар. Это поражение. Это поражение. Обиднейшее. Смотрим итоги. Понятно, что мастер. Но посмотрите, что самое удивительное. У артовода это было единственное попадание за весь бой. Он больше ни по кому не попал вообще. Обидно. Не то слово. Вверху справа другой видос. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok